Всем добрый день! Меня зовут Акулинина Мария, и я руководитель студии раннего творческого развития гармонии. И сегодня я предлагаю вам путешествие в мир музыки. Мы превратимся с вами в настоящих артистов, артистов оркестра, где у каждого будет своя партия и свой музыкальный инструмент. Ну что, готовы? Тогда начинаем! А исполнять мы с вами будем польку русского композитора Михаила Ивановича Глинки. И для начала давайте ее с вами послушаем. Ну что, ребята, понравилось? И давайте для начала мы разберем ее с вами по кусочкам. Сначала выучим первую часть. И самый главный наш наши ладошки, наши ручки. И играть они у нас будут вот так. Хлоп-хлоп-хлоп. Пауза. А что такое пауза? Пауза в музыке – это знак тишины. Поэтому мы пока там помолчим. Готовы ручки? Еще раз. Хлоп-хлоп-хлоп. Пауза. Хлоп-хлоп-хлоп. Пауза. Легко? Запомнили? Теперь пробуем под музыку. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Все. Первую партию мы с вами выучили. А что же это может быть? А это может быть все, что угодно. Это может быть ложки. У меня, например, они деревянные. Но если у вас нет дома деревянных, можно использовать обычные железные ложки. А можно просто постучать палочкой по столу. У всех же дома есть стол. Главное не сбиваться со счета. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Ну что, а еще смотрите, у меня есть такой музыкальный инструмент. Называется маракас. Или, допустим, у вас есть погремушка от вашего младшего брата или сестрички. И тогда мы будем делать вот так. Раз, два, три. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Ну что, готовы? Пробуем. Пауза. Раз, два, три. Пауза. Пауза. Оп. Отлично справились. Молодцы. Берите все, что угодно. Все, можно взять мамину крышку от кастрюльки. Но только спросить разрешение для начала. Ну что, а теперь мы заполним нашу паузу. А в нашу паузу мы будем делать громко. Бом! Это будет самый громкий звук в нашем оркестре. И смотрите, у меня есть вот такой бубен. Есть у вас дома бубен? Если у вас нет бубна, не расстраивайтесь. Можно взять что-нибудь другое. Почему можно стучать? Я вот нашла вот такой большой поднос. И по нему можно тоже ударить и ложкой, и вилкой, и чем-нибудь еще, что у вас есть под рукой, чем вам очень хочется ударить. А играть мы будем там, где раньше была пауза. Раз, два, три. Бом! Раз, два, три. Бом! Ну что, пробуем под музыку? Бом! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Это самая веселая партия в этом оркестре. Ну что, друзья, и осталось нам совсем чуть-чуть. Сначала мы себе поможем ручками. Послушайте второй кусочек нашей польки. Приготовились? А, ручки делают вот так. Звеняющий звук изображаем, да? Как будто у нас что-то звенит в ручках. Молодцы! А что же можно взять на этот звенящий звук? Смотрите, у меня есть колокольчик. Можно позвенеть колокольчиком. А можно взять бубенчики. А если у вас вдруг нет ни колокольчика, ни бубенчиков, расстраиваться не стоит. Давайте посмотрим, что еще можно взять. Ну-ка, послушайте, что это за звук. Угадали? Это просто связка ключей. Или еще. У меня есть вот такая шкатурка, куда я положила разные монетки. Можно взять баночку или просто кружечку и позвенеть. Все зависит только от вашей фантазии. Ну что, какой инструмент мы будем использовать во второй части? Я буду. Давайте использовать бубенцы. Ну что, пробуем под музыку? Пританцовывать можно, покружиться. Вот так, выставим. Молодцы! Ну что, вот так мы с вами разобрали целое музыкальное произведение. Распределяйте инструменты между папой, мамой, братьями и сестрами. Используйте разные-разные звуковые эффекты. У меня еще есть, например, вот такие музыкальные инструменты. Смотрите, это просто два грецких орешка. Но мы можем их использовать, когда нам нужен стучащий звук. Видите, как здорово они звенят? Звонко-звонко. А еще можно даже использовать простую бумажку. Да? Видите, как она шуршит? Берите все, что есть у вас дома. То, из чего вам нравится извлекать звуки. И озвучивайте любую песенку. А теперь сыграем нашу поельку от начала до конца. И так как я одна, у меня всего две руки, я буду стучать по маленькой коробочке. Бом буду делать по большому подносу и позвеню этой же самой коробочкой. Ну что, начинаем? Поехали! Раз, два, три. Позвеню. И опять повторяется. Молодцы, ребята! Вы отлично справились. Теперь вы настоящие музыканты, настоящие артисты своего собственного оркестра. Всем хорошего дня и здоровья!